Стрельба в подмосковной школе. Четверо пострадавших, в том числе и учитель. Что об этой ситуации думают калининградские психологи? Селфи на мосту для калининградца Михаила Калинина оказалось почти смертельным. Мальчику и его семье срочно нужна помощь. Попросил прощения у горожан мэр Александр Ярошук. Сообщил, что в городе вовремя не откроют сразу два моста и одну дорогу. Нашли по пальчикам. Полиция по горячим следам задержала квартирного вора. Обменные гастроли. В Калининград впервые приехал в театр из Сибири. Что покажут бурятские артисты. И к местным новостям. Калининградцу Миша Калинину снова требуется ваша помощь. Мальчик не разговаривает, не ходит и самостоятельно не ест. Причина удар током и падение с высоты. Школьник делал селфи на железнодорожном мосту и сорвался вниз. Несколько месяцев он находился в коме, из которой выходил очень тяжело. Подросток уже посетил отделение восстановительной медицины доктора Рошаля в Москве. Но помочь Миша может дорогостоящее лечение в Германии. Нужной суммы у семьи Калининых нет. После трагедии с сыном у отчима случился инфаркт. Единственным кормильцем в семье теперь стала мама. Смотри вправо. Видишь? Вот. Два влево. Более по самому. Он реагирует. Зрение у него есть. То есть он реагирует. Сейчас у Миши понемногу восстанавливается зрение. Он начал различать голоса и даже произносить звуки, похожие на слова. Например, такие как мама. А еще недавно он даже не мог дышать самостоятельно. Благодаря постоянным упражнениям мальчик начал двигать руками и ногами. А недавно он одновременно напугал и обрадовал маму. Я услышала, что он что-то кричит. Я думала, что мужу плохо. Муж только вышел из пальмы. Он говорит, что это не я кричал. Это Миша. Я пришла, и Миша руки подняты. Он как бы вот так руками делал, и глаза испуганные. У меня такое ощущение, что что-то в памяти происходило. Может быть, какое-то воспоминание. Возможно, воспоминание падения. А это значит, что Миша ничего не забыл. И у него есть шанс, если не полностью, то хотя бы частично восстановиться. На это нужны немалые деньги. Только на питание каждый месяц уходит более 60 тысяч рублей. Напомним, что в семье один кормилец – это мама. Поэтому Мишу навещает няня, которой тоже нужно платить. Сейчас Римма Евгеньевна вместе с волонтерами ищет центр, который смог бы взять ее сына на реабилитацию. Один из вариантов клиника в Германии. Если у вас есть возможность помочь Мише Калинину снова стать таким же, как на этих фотографиях, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Вся подробная информация есть также на официальном сайте благотворительного центра «Верю в чудо». Первый городской призывает всех неравнодушных калининградцев откликнуться и помочь семье Калининых и лично Миши, чтобы парень снова начал жить полноценной жизнью. Ну а теперь к другим темам. Обещания не сдержали. Высокие деревянные мосты не откроют к концу года. Об этом подрядчики поспешили сообщить Александру Ярушуку. Мэру, в свою очередь, ничего не осталось, как в очередной раз посочувствовать жителям Октябрьского острова и принести свои извинения горожанам. Согласно контракту, строители должны были сделать объект в декабре этого года, а техническое движение транспорта открыть не позднее ноября. Что помешало рабочим сдержать обещание, остается загадкой. И для Александра Георгиевича в том числе. Вот как он это процитировал. Они пообещали это сделать, но сейчас, смотрю, подносят документ. Я его, конечно, не подписал. Буду выезжать на эти мосты. Буду разбираться с этими подрядчиками. В чем там проблема и почему они хотят еще сместить от предварительно оговоренного срока. Так прокомментировал ситуацию глава города. К слову, дата окончания строительства переносилась уже не раз. В июне к этому вопросу подключили Антона Алиханова. В Рио губернатора призвал подрядчиков открыть движение к концу лета или началу осени. Позже эту дату вновь перенесли на октябрь, затем на ноябрь. Также градоначальник попытался решить вопрос с временной дорогой на улице генерала Павлова. И причиной подтопления назвал плохие грунты. Напомним, накануне этот участок в очередной раз из-за дождей ушел под воду. Александр Георгиевич дал задание решить эту проблему. И еще одна неприятная новость для автомобилистов. Также вовремя не откроется и дорога на улице Дзержинского. Ремонт там продлят. По словам Александра Георгиевича, подрядчик должен уложиться до зимы. Но дорогу сделают, пообещал чиновник согласно контракту. А подрядчик должен был завершить работы и открыть движение 24 сентября. Одностороннее движение по улице Дзержинского действует с начала августа. И когда изменится ситуация, до конца не ясно. Теперь к другим темам. Тут хочется посоветовать всем автомобилистам пересесть на велосипед. Ну и здесь, конечно, можно столкнуться с рядом проблем. Ни для кого не секрет, что в Калининграде нет специальных велосипедных дорожек. Но вот любителей такого транспорта с каждым годом становится все больше. Калининградец Павел Пусеп сделал видеоподборку аварий с любителями двухколесных, которые не соблюдают правила. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Безумие велосипедисты. Происходящее Павел Пусеп фиксировал на видеорегистратор, после чего решил прокомментировать отдельное видео. На этих кадрах, к примеру, как сообщает автор, велосипедист едет между двух потоков автомобилей. А на этих неизвестный и вовсе умудряется управлять двухколесным и разговаривать по мобильному телефону. Нам удалось связаться с Павлом по телефону. И вот что он говорит по этому поводу. В виде участников дорожного движения есть довольно большая группа, которая полностью игнорирует не только правила дорожного движения, но и благоразумные. Это велосипедисты. Они ездят где хотят, как хотят, в любом ряду, на любой светофорах. Именно поэтому калининградец надеется, что на его видеозаписи отреагирует госавтоинспектор. И отметим, что согласно ПДД велосипед, это транспортное средство наравне с автомобилем. А значит и правила для всех одинаковые. При отсутствии велодорожки необходимо двигаться по правому краю проезжей части или обочине. Сотрудников зоопарка лишат квартальной премии после нападения павлина на ребенка. После инцидента директор зоосада пообещала научить работников таланту гостеприимства. Светлана Соколова поговорила с мамой пострадавшего двухлетнего мальчика и со своими коллегами. И даже посмотрела видео с вахты, где происходили все диалоги и сделала вывод, что работники зоопарка не решили оперативно проблему и не пригласили руководство для ее решения. Директор лично извинилась перед родителями малыша и пообещала провести для сотрудников тренинг, чтобы избежать подобных ситуаций. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». За выборами губернатора Калининградской области проследят иностранные наблюдатели. Помимо нашей области, эксперты посетят ряд других регионов, где пройдет голосование. Они уже подтвердили свое присутствие в Москве, Ленинградской, Ярославской, Кировской, Рязанской областях, в Севастополе, Карелии, Пермском крае, а также в Мари-Эл и Удмуртии. Всего в Россию приедут 28 наблюдателей из 13 стран. Приезд связан со сложной международной обстановкой. Во время чемпионата мира по футболу на стадионе установят инспекционно-досмотровые комплексы. Через рентген будут проходить сумки и личные вещи посетителей, а также любой автомобиль, желающий заехать на территорию арены. Оборудование будет проверять гостей на наличие наркотических веществ, взрывчатки и оружия. Как пояснили в ведомстве, это сделано для повышения безопасности гостей и игроков на стадионе. Сотрудников зоопарка лишат квартальной премии после нападения павлина на ребенка. После инцидента директор зоопарка пообещала научить работников таланту гостеприимства. Светлана Соколова поговорила с мамой пострадавшего двухлетнего мальчика, расспросила своих коллег и даже посмотрела видео с вахты, где происходили все диалоги и сделала вывод, что работники зоопарка не решили оперативно проблему и не пригласили руководства для ее решения. Директор извинилась перед родителями малыша и пообещала провести для сотрудников тренинг, чтобы избежать подобных ситуаций. 6 августа на домашнем поле Балтика встретится с футбольной командой из Владивостока «Луч Энергия». В среду в 19.00 самая западная команда ФНЛ сыграет с самой восточной. Поддержать нашу команду приглашают всех калининградцев. Купить билеты на матч можно в кассах на стадионе, а также на сайте kassir.ru. Калининградцев приглашают на съемки КВН. А требуются мужчины на массовку. Занятость на площадке «Минимальное начало» в 16.00. Подробную информацию об участии можно узнать по телефону 7-900-11-866-4011. Контактное имя – Юлия Осмолова. Это необходимо для нового проекта, который будет создан в скором времени. В нем примут участие команды из высшей лиги. Сборная Калининградской области уже согласилась на это предложение и сейчас готовит сценарий. И Первый городской снова приглашает на улицу хорошего настроения. 10 сентября на набережной Музея Мирового океана состоится фестиваль «Водная ассамблея». С 12 часов дня вас ждут конкурсы, подарки и шоу-программа от Первого городского канала, а также акция «Кораблик мира», где любой желающий сможет своими руками сделать кораблик и запустить его, загадав желание, которое обязательно сбудется. Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Ну, если ты хочешь общаться со звездами, как Денис Саландин, то тебе в школу ТВ остаются считанные дни и всего лишь пара мест. Новая школа телеведущих на Первом городском завершает набор студентов, но у самых активных и заинтересованных еще есть шанс попасть в нашу дружную телесемью. Вас ждет полное погружение в профессию. Опытные шоумены откроют все карты и расскажут, как стать звездой и подружиться со вспышками телекамер. Под руководством самых талантливых сотрудников вы сможете поучаствовать в телеинтервью, поработать вместе со съемочной группой, узнать права и обязанности телеведущих. И это еще не все. Научиться владеть своим речевым аппаратом, научиться писать тексты так или иначе. Поэтому на самом деле после выпуска шансов где-то устроиться, попробовать себя, их много. И это не только телевидение, это может быть любое СМИ, это может быть вообще в принципе любая работа. Мы просто позволяем нашим ученикам почувствовать себя более свободными, научиться чему-то новому и попробовать себя в новой профессии. Записаться в ряды студентов можно прямо сейчас по телефону 3 пятерки 085. Срок обучения 2 месяца, стоимость 5000 рублей. После чего лучших мы пригласим на стажировку. Первому городскому нужны яркие лица, свежая кровь и свои профессионалы. То есть именно вы. И это еще не самые интересные новости и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Нашли по пальчикам, полиция по горячим следам задержала квартирного вора. Их снова стали вырубать. Спустя два года неравнодушные горожане снова встали на защиту аллеи вдоль дорог. Обменные гастроли. В Калининград впервые приехал театр из Сибири, что покажут бурятские артисты. Ну а теперь полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Следственный комитет не признал преступлением взрыв бытового газа в поселке Волочаевское. Напомним, пожар устроил местный житель, который решил самостоятельно отремонтировать газовую плиту. Мужчину госпитализировали с ожогами 45% тела. Однако у соседей была другая версия произошедшего, что эпицент взрыва был не на кухне, а в комнате. Они предполагали, что в квартире пострадавшего взорвались боеприпасы, но проверка доказала обратное. Тем временем региональные власти уже выделили деньги на восстановление подъездов и перекрытий. О других новостях с места происшествия расскажем далее. Во вторник на участке Светлогорской трассы водитель Киа не справился с управлением на влажной дороге и врезался в придорожное дерево, из-за чего иномарка отлетела проезжающей мимо Ниссан, за рулем которого была женщина. Автоледи рассказывают, что видела, как встречный автомобиль вилял по дороге и затормозила, но столкновения все равно избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. На перекрестке проспектов Калинина и Ленинского произошло ДТП, столкнулись автобусы «Машрутка». По словам очевидцев, скорость движения транспорта в районе этого перекрестка составляла 7 км в час. О пострадавших в аварии не сообщается, а на место прибыли сотрудники ГИБДД. В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Накануне в полицию обратилась женщина и сообщила, что пока она спала, в ее квартиру на первом этаже проникнул вор. Он украл мобильный телефон, кошелек и золотые часы. Сумма ущерба составила 76 тысяч рублей. В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника. При проверке данных установили, что следы оставил 31-летний калининградец, ранее судимый за кражу и хранение наркотических средств. Накануне рано утром в Калининграде на улице Гайдара женщина-водитель автомобиля «Хонда» при перестроении В результате 17-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес» получила травмы. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Арина Гранж, Светлана Федорова, служба новостей «Город». Ну и тем временем калининградские производители накормили поляков булками. В Эльблонге прошел праздник хлеба, на который пригласили и наш город. От нашего региона в мероприятии поучаствовали сотрудники администрации. По их словам, хлебобулочными изделиями из Калининграда наши ближайшие соседи остались довольны. О других новостях из мира экономики и финансов расскажет моя коллега Светлана Федорова. Ей слово. Партнер рубрики «Бизнес-новости» «Стоматология Диамет». Здравствуйте. Начнем по традиции с мировой новости. Стоимость всей недвижимости на планете достигает 200 триллионов долларов. Об этом говорит новое исследование одной из британских компаний. При этом 70% всей недвижимости в мире стоимости более 140 триллионов расположено в 9 странах. Лидерами рейтинга стали Китай, США и Япония. Наша страна заняла десятую строчку. И к новостям российским Сбербанк начнет оформлять паспорта, регистрировать квартиры и водительские удостоверения в своих отделениях. Правда, услуга будет доступна только для граждан России. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал вице-президент банка Андрей Шаров. Тестирование нового проекта запланировано на 2018 год. Российские власти планируют заманить молодежь на Дальний Восток. К 2020 году там планируют создать 110 тысяч рабочих мест. Такую информацию озвучил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. По словам чиновника, закреплению молодых в этом регионе позволит также решение их жилищных вопросов. Речь идет о специальной ипотеке без первоначального взноса. На 108 миллионов рублей больше, чем годом ранее Минюз зарегистрировал рекордный рост доходов у калининградских нотариусов. При этом их численность, как показала статистика, изменилась незначительно. В 2015 году в области работали 59 нотариусов, а в 2016-м – 60. Всего они собрали 408 миллионов рублей, большая часть из которых приходится на правовые и технические услуги. Тем временем генконсул Литвы назвал Россию главным экономическим партнером. Как отметил Олега Скиндерски, наш город крайне важный для литовского экспорта регион. По данным интернет-СМИ, слова консула расходятся с официальной позицией Литвы. Так, президент республики Даля Грибулская это в прошлом году назвал Россию, цитирую, предсказуемо-непредсказуемым соседом. Это были все бизнес-новости на сегодня. С вами была Светлана Федорова. До свидания. Партнер рубрики бизнес-новости стоматология Диамет. Ну и до самого важного события региона остается всего 5 дней. 10 сентября калининградцы выберут нового главу региона. Сегодня сотрудники полиции рассказали о том, кто и как будет контролировать нарушения в этот день и отвечать за безопасность. Если вы заметите нарушение на избирательном участке, то об этом необходимо сообщить ближайшему сотруднику полиции или в дежурную часть по телефону 020-102 или 112. Пользователям смартфонов доступно и специальное приложение МВД России, с помощью которого можно экстренно вызвать полицию. А также написать онлайн-обращение в Управление МВД России или в приемную Министерство внутренних дел Российской Федерации с приложением фото или видеоматериалов. Адрес, откуда можно скачать приложение, вы сейчас видите на своих экранах. 10 тонн декораций лучший спектакль Сибири и заслуженная артистка России на сцене. К нам в Калининград приехали артисты из Улан-Удэ. Накануне в городе начались гастроли русского драматического театра имени Бестужева, в то время как калининградская труппа отправилась в Сибирь. Наша съемочная группа одной из первых оценила игру гостей из Бурятии. Чтобы произнести эти слова перед калининградским зрителем, театру Бестужева пришлось преодолеть почти 8 тысяч километров по суше и еще 900 по воде. На ваших экранах кадры визитной карточки театра спектакля «Фронтовичка». В центре истории судьба 24-летней Марии Петровны. Она пережила все ужасы войны и вернулась домой победительницей. Но самая главная битва, как оказалось, у женщины еще впереди. Директор театра не стал скрывать, их театральный язык часто критикуют, но на этот счет у него есть собственное мнение. Наверное, вы продвинутые театралы и знаете такой очень престижный фестиваль. У нас его называют «Сибирской золотой маской», но он уже перешел рубеж Сибири, он всероссийский. Это сибирский транзит. И на этом транзите спектакль завоевал Гран-при. Актриса получила лучшую актрису. Мы три диплома привезли. Ну, сколько людей, столько мнений. Уже 6 сентября на сцене нашего драм-театра «Бестужевцы» покажут скандально известную постановку в жанре хоррор, анатома, посвящение кино. Как стало известно, в Улан-Удэ вокруг нее разгорелся целый скандал. Один из жителей города даже обратился в Уфас с жалобой на кровавость рекламных афиш. Возможно, именно поэтому спектакль пользуется особой популярностью среди молодежи. Ежедневно наши корреспонденты выходят на улицы города для того, чтобы вы смогли поделиться своими хорошими новостями. Кристина Булыцына отправилась в Центральный парк, где своими новостями поделились отдыхающие. Спонсор хороших новостей компания Пластхаус. Ездили на море, отдыхали сутки, снимали дом. Было очень хорошо. Проводили лето таким образом. Словили теплые денечки. Родился сынок, гуляем с ребенком. Все отлично вообще. Замечательно. На фейерверке из Лизиноградска. И как? Очень понравилось, да. Фейерверк красивый. Что хорошее? На встрече с Ленинградом опять второй раз уже, третий. У меня здесь дети живут. Мне очень нравится. Жена у меня хорошая. А больше ничего хорошего нет. Дети взрослые уже, самостоятельные. Так что пока для меня все нормально. Я была в Америке 40 дней. И впечатление потрясающее. Потрясающее. Люди удивительные. Ну, говорят, плохо об Америке, но я не могу сказать. Не могу. Очень понравилось. Очень все. И я очень много была. В Вашингтоне была, на Ниагаре была, в Питтсбурге была. В общем, везде была. Приезжала к внуку, вон в больнице у меня лежит. Погулялись мы в парке. Ну, в принципе, плохо, хорошо. Спонсор хороших новостей компания Пластхаус. Ну, а сейчас информация для тех, кто привык считать свои деньги. Курсы валют продолжают наш эфир. Партнер рубрики Курсы валют Бухгалтерская компания Бухучет. Курсы валют на 6 сентября доллар США 57 рублей 85 копеек. Евро 68 рублей 77 копеек. Польский злотый 16 рублей 22 копейки. Партнер рубрики Курсы валют Бухгалтерская компания Бухучет. Ну, и по традиции к концу выпуска давайте поговорим о погоде. Какой она будет завтра. Будем надеяться, что в среду дожди обойдут нас стороной. Спонсор прогноза погоды Центр слухопротезирования В Калининграде 6 сентября днем плюс 16 малооблачно. 7 сентября днем плюс 15 градусов малооблачно. 8 сентября днем плюс 17 дождь. В Гданьске 6 сентября днем плюс 16 дождь. 7 сентября днем плюс 16 малооблачно. 8 сентября днем плюс 17 малооблачно. В Вильнюсе 6 сентября днем плюс 13 малооблачно. 7 сентября днем плюс 15 малооблачно. 8 сентября днем плюс 17 облачно. СПОНСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ Готовы делиться своими домашними рецептами. Для этого достаточно снять весь процесс приготовления на мобильный телефон и прислать видео к нам в редакцию. Давайте познакомимся с одной из наших постоянных участниц. Ее зовут Ольга и вот ее новый рецепт на ваших экранах. Здравствуйте, с вами Ольга. Сегодня я хочу приготовить небольшой пирог с крошкой. Для начала заведем тесто. Для его приготовления нам понадобится 4 стакана просеянной муки, 2 яйца, полстакана сахара, 1 чайная ложка соли, 100 грамм сливочного масла, либо маргарина, также полтора стакана молока или воды, и один пакетик сухих миражей. А также для нашей крошки понадобится 1 стакан муки, 100 грамм сливочного масла, либо маргарина, и полстакана сахара. Итак, приступим. В муку добавляем дрожжи, сахар, размягченное сливочное масло, и 2 белка. Мелки добавляем к муке. Добавим соль, и все перемешаем. И понемногу добавляем молоко, либо воду. и замешиваем мягкое тесто. Вот такое вот получилось у меня тесто. Мы его выкладываем обратно в тарелку, накрываем полотенчиком, и оставляем для подъема. Форму для запекания нужно смазать маслом. Выкладываем тесто, делая небольшие бортики. Желток смешаем с 1 столовой ложкой воды и смажем тесто. А сверху насыпем ложку. В муку насыпем раз Contract. Разрелям в тесне 0, тушим масло. Все перемешиваем. Це якаб州. Профор человечество, так спинает. как кидаст. Немного придавим. И оставим минут на 15. И отправляем наш пирог в духовку, разогретую до 180 градусов. И выпекаем до золотистого цвета. Вот такой вот пирог у нас получился. Приятного вам аппетита! И это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии для вас работал Алексей Колодкин. И до встречи в городе!